Здравствуйте! Меня родители не включили в приватизацию, когда я была несовершеннолетней. Написали отказ от приватизации от моего имени. Могу ли я это оспорить? В случае, если на момент приватизации вы проживали в квартире и являлись несовершеннолетней, вы вправе участвовать в приватизации. Когда законные представители, ваши родители, отказываются от предоставленного законом вам права, они действуют в нарушение прав. Поскольку в ваших интересах несовершеннолетнего не отказываться от права на имущество, а приобрести это право на имущество, такой отказ, тем более если он совершен в отсутствии согласия отдела опеки и попечительства, он будет нарушать права несовершеннолетнего ребенка. Законодатель допускает несколько способов защиты нарушенного права для восстановления этого права. Можно подать заявление об оспаривании права собственности, можно подать исковое заявление о включении в договор приватизации, в зависимости от того, какой статус имеет сейчас собственник жилого помещения, кто является собственником этого жилого помещения. Если по-прежнему родители, то это одна ситуация. Если это уже имущество приобрели третьи лица, то это совсем другая ситуация. Можно также предъявить иск о взыскании со своих родителей денежной компенсации в виде причиненных убытков, связанных с невозможностью получить имущество и утратой возможности проживать в нем. Денежная компенсация может быть определена в размере доли, которая причиталась несовершеннолетнему при приватизации. Это можно назвать взысканием убытков. Можно также потребовать включить в договор приватизации соответствующее лицо. Для разных способов защиты нарушенного права существуют различные сроки исковой давности, поэтому также необходимо учесть, когда достигли совершеннолетия, с этой даты будут отчисляться сроки исковой давности. Закон говорит о том, что течение срока исковой давности начинает с того момента, когда лицо узнало о нарушении своего права или должно было узнать. Таким образом, предполагается, когда человек становится совершеннолетним, он должен был знать о нарушении своего права. Сроки исковой давности могут быть восстановлены в суде, если будут приведены уважительные причины и они будут доказаны.